Здравствуйте! С вами снова я, Марина Романюк. В конце рабочей недели, как обычно, вспоминаем, чем запомнились уходящие пять дней. Мои коллеги и я прямо сейчас расскажем о самых обсуждаемых в городе темах. Смотрите в выпуске. Лучшая пресс-служба года. Журналисты оценивали и награждали сотрудников ведомств, с которыми работать проще и информативнее. Герман Гущин расскажет. Итоги Кубка Деда Мороза 2022 подведены. Кто подтянулся на перекладине больше, остальных узнала Анна Герцовская. Православный мир праздновал один из важнейших праздников в календаре. В крещенских купаниях участвовали и наши журналисты. Городские службы продолжают работать круглосуточно. Ночную уборку парковок наблюдала наша съемочная группа. А вот управляющие компании частенько выполняют обязанности недобросовестно. Пример того, как жителям пришлось заставить одну из них убирать снег, в материале Анны Герцовской. Не секрет, что часто оперативность работы любого СМИ, а также полнота и объем информации, которую обрабатывают журналисты, напрямую зависит от того, в каком объеме и форме эту информацию мы получили от пресс-службы того или иного ведомства. Наши коллеги из «Комсомольской правды» ежегодно анализируют взаимодействие с пресс-службами. В очередной раз итоги их работы с точки зрения журналистов подвели в пятницу, 21 января. «Мы здесь выражаем не мнение «Комсомольской правды», это не наш взгляд на то, кто лучше работал со СМИ. Это взгляд медиа-сообщества. Из всего количества анкет по «Комсомольской правде» только две анкеты. Остальные – это все СМИ города». Легко ли получить полную и достоверную информацию о событии от региональных пресс-служб? Этот вопрос представителям СМИ от рязанской комсомолки был ключевым. Открытость оценивали по десятибальной шкале. Наши сотрудники, уполномоченные к этому, соответствующим образованием, они выходили на руководство средств массовой информации в городе Рязани по всему списку. Мы не даем заполнять анкеты самостоятельно, то есть анкета заполняется со слов человека. Таким образом, она заполняется в данный конкретный момент времени. То есть человеку не дается подумать, посидеть там три дня над этой анкетой. Нет. То есть вопрос-ответ, нет. Вопрос-ответ. Чтобы считать ту информацию, которая на поверхности. В списке было в этом году 59 предприятий и организаций. И, соответственно, нужно было оценить их работу по десятибальной шкале. Результаты прошлого года удивили. Бессменный лидер последних лет пресс-служба Следственного комитета по Рязанской области уступила свои позиции другим силовикам. Верхняя строчка рейтинга 2021-го за управлением МВД. Это заслуга большого очень коллектива и большом объеме работы. Мы, конечно, пытаемся делать все это для того, чтобы гражданам нашего города было интересно, ну и своевременно интересно. В том плане, что сегодня не когда-то поздно. Поэтому люди работают с утра и до вечера и домой уходят с мыслями, как все это сделать, преподнести интереснее, чтобы именно эта информация была прочитана гражданами и, наверное, как-то они почерпнули какую-то важность из нее. Впрочем, аутсайдеры в этом списке тоже есть. Самые закрытые от общественности пресс-службы Рязанской ГРЭС, Государственного Рязанского приборного завода и Политехнического университета. И это откровенно печалит. Я даже пришел к такому выводу, что лучших результатов добиваются люди, которые очень восприимчивы к критике и которых очень развита самокритика. Внизу рейтинга, как правило, люди абсолютно убежденные в том, что они только они умеют правильно работать. Это люди, которые не приемли критику никогда в жизни, когда и это люди, которые чужое мнение никогда не применяли к себе. Одна из самых любопытных номинаций – активная работа с журналистами. Лидером предсказуема стала городская администрация. Охват информации – 93% всех СМИ региона. С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 в Рязани проходил открытый чемпионат по подтягиваниям на перекладине в онлайн-режиме – Кубок Деда Мороза 2022. Челлендж собрал 100 участников из Рязани и области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Омска, Саранска, Туапсе, Брянска, Свердловска. Победителей наградили в библиотеке Горького в четверг 20 января. Самому юному победителю всего 10 месяцев. Проверьте, сколько раз вы сможете подтянуться. Виктория Амелькина, которой всего 6 лет, смогла это сделать 26 раз и завоевала гран-при среди девушек в соревнованиях по подтягиванию на перекладине. Девочка занимается спортивной гимнастикой. Покажи свой кубок. Какой у тебя? Красивый? Понравился? Да. Дальше будешь соревноваться? Да. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Врачом. Открытый чемпионат прошел в онлайн-режиме. Спортсмены и любители соревновались в 32 возрастных номинациях. В самый возрастной из них победу одержал Сергей Катунов, многократный чемпион мира, призер Европы и России по бодибилдингу. Причем на седьмом десятке действующий спортсмен. Говорит, бодибилдинг – это образ жизни. Вот я занимаюсь бодибилдингом 30 лет, 20 лет я соревновательный стаж. Практически выиграл все, но никак не могу остановиться, продолжаю. Бодибилдинг – это вид спорта, которым можно заниматься практически всю жизнь. Семи лет и кончая семидесяти лет. Чувствую себя в форме и всегда красиво. В этом году Сергею будет 61, но если честно, с виду ему дашь не больше 45. Это все от занятий спортом, считает ветеран. Он, как опытный спортсмен, рассказал, как начать подтягиваться тем, кто не умеет и какую пользу это упражнение приносит. Есть подготовительные упражнения, подводящие. Сначала с резиночкой, потом с помощью партнера, а потом уже потихоньку переводить. Главное, первый раз сделать, подтянуться, а потом уже пойдет. Это мышцы спины, бицепса, мышцы плеча, мышцы прессы, коры, которые держат туловище в вертикальном положении. Подтягивание – это упражнение на выносливость. Для достижения наилучших результатов нужны ежедневные тренировки и для взрослых, и для детей. У 10-летней Лизы Герасимовой, впрочем, был свой секрет – мотивация подруг. Первые 10 раз нет, а потом тяжело. Я потянулась 18 раз. Я собралась, ну и решила потянуться. Помогали мои подружки. Они помогали, говорили, давай, давай, поддерживали. Я рада, что я смогла что-то выиграть, смотря из такого много количества людей. В дальнейшем девочка хочет стать мастером спорта по спортивной гимнастике. Ну а самый юный участник соревнований Андрюша Варламов в спорте буквально с пеленок. В пеленках, если быть точным. В свои 10 месяцев он пока не подтягивается, но висит на перекладине вполне уверенно. За эту волю к победе он и получил приз зрительских симпатий. Основная задача – это пропагандировать здоровый образ жизни и развивать массовый спорт на территории Рязанской области. Получается таким образом, что мы уже развиваем не только на территории Рязанской области, а уже всероссийского масштаба с вами проходит. Потому что у нас есть участники с остров Сахалин, с Туапсес, с южных регионов Санкт-Петербурга, Сблянска и так далее. Состязания на перекладине Кубок Деда Мороза в Рязани проводят уже в третий раз. Весной – новые старты. Так что готовить мышцы можно уже сейчас. Как говорят организаторы, среди участников все чаще о себе заявляют настоящие таланты. Победы, как известно, вдохновляют. И вовсе не удивительно, что после триумфа многие в дальнейшем уходят в спорт с головой. Даже если до этого дня им даже не интересовались. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ и при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в получении взятки задержали заместителя руководителя одного из рязанских муниципальных учреждений. Размер предполагаемой дани – 200 тысяч рублей. На ваших экранах облетевшие уже все соцсети оперативное задержание посредника. Еще одного, а затем и так называемого «бенефициара» взяли позже. По версии правоохранительной, взятка предназначалась чиновнику одного из муниципальных предприятий, чтобы акты о приемке выполненных работ по ремонту автодороги на одной из улиц Рязани он подписал быстро и, как говорится, с широко закрытыми глазами. Ремонт дороги должен был быть произведен по муниципальному контракту стоимостью 10 миллионов рублей. По местам жительства и работы, а также в автотранспортных средствах фигурантов произведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, предметы и документы, подтверждающие противоправные действия. Комментарий от Следственного комитета получился детальней. По крайней мере, стало понятно, о каком муниципальном предприятии идет речь. В отношении сотрудников МБУ Дирекции благоустройства города и работников коммерческой организации возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях. По данным следствия, заместитель директора МБУ Дирекции благоустройства города через посредников двух сотрудников данного учреждения получил от представителя организации-подрядчика взятку в сумме 200 тысяч рублей за беспрепятственное и скорейшее подписание актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги на одной из улиц города Рязани, заключенному в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. В официальных релизах имена задержанных предусмотрительно не назывались, только возраст – 35, 38 и 64 года. Но журналисты на той журналисты, чтобы выяснить, как сообщает информационное агентство «Рязань-Инфо», задержанным чиновником может быть 64-летний заместитель руководителя дирекции благоустройства города Юрий Новиков. Дело возбуждено сразу по трем статьям Уголовного кодекса «Посредничество во взятничестве в крупном размере», «Дача взятки в крупном размере» и «Получение взятки в крупном размере». По каждой из статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Важная новость для рязанцев. 49-я маршрутка теперь будет курсировать по улице Вокзальная с остановкой на Рязани-1. А значит, теперь ее не нужно ждать на площади Победы. О новом маршруте Анна Герцовская. 49-й меняет схему движения. Теперь маршрут автобуса проходит через Рязани-1 по улице Вокзальной, минуя площадь Победы. И это главная новость для всех пассажиров. Изменение схемы его движения – это часть программы по улучшению транспортной доступности. района железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающего активно застраиваемого микрорайона города. Ранее в этих целях был изменен маршрут автобуса номер 10 и путь следования автобуса троллейбуса номер 2. Многие горожане уже заметили изменения. Тем, кто живет на улице Вокзальной, они пришлись по душе. Большое спасибо управлению транспорта за то, что здесь теперь ходит 49-я маршрутка. С 2017 года мы живем в соседних домах. Мы просили какой-то транспорт нам запустить. Очень много пенсионеров, ветеран. Я сама как председатель первичной организации при железнодорожном совете ветеранов обращалась к Сергею Сергеевичу Рогову. В то время управлял транспортом. Но говорил о том, что договор на 5 лет заключен не ранее, 22-го года. Спасибо большое, что наступил 22-й год. Десятый ходит, второй троллейбус восстановили, 49-й ходит. Всем водителям слова признательности и благодарности. Пользователи общественного транспорта говорят, что теперь комфортнее стало и пассажирам поездов, приезжающих на станцию Рязань-1. А пассажиропоток здесь вполне серьезный, даже в пандемию. Гости наши угорцы, сами рязанцы. И для того, чтобы им было максимально удобнее, они должны выйти из вокзала и проследовать для своего места следования. Действительно, раньше после прибытия поезда многим людям приходилось идти до Площади Победы, чтобы сесть на автобус. Это не очень удобно при наличии крупногабаритных сумок и чемоданов. С появлением 49-й маршрутки на вокзальной улице многие люди смогут добраться с остановки Рязань-1 прямо до своего дома. А некоторые, хоть и с пересадками, но в полном комфорте доедут до любой точки города. Проблема транспортного обслуживания железнодорожного вокзала Рязань-1 сложилась давно. И решение ее было одной из основных задач управления транспортом. На сегодняшний день 49-й маршрут один из первых туда запущен. В дальнейшем мы рассматриваем вопрос соединения Московского шоссе с железнодорожным вокзалом Рязань-1. И сейчас прорабатывается вопрос, какой маршрут это будет. В настоящее время на 49-м маршруте 20 автобусов. Интервалы движения на линиях удалось сохранить за счет сокращения межрейсовых отстоев. Ввиду увеличения протяженности маршрута мы сохранили интервал это в течение 10 минут. Мы ждем своих пассажиров и будем работать добросовестно на этом маршруте. К слову, теперь горожане могут в реальном времени отследить местонахождение того или иного автобуса на сайте регионбаз62.ру или в приложении «Умный транспорт», который можно установить на мобильное устройство. Там же указаны и низкопольные автобусы, которые оборудованы специально для проезда маломобильных граждан. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С января Дирекция благоустройства города приступила к расчистке платных парковок. На этой неделе по ночам в рамках договора, заключенного с оператором платных парковок «Ростелеком», от снега и загрязнений очистили участки на 36 улицах. В то время как для большинства жителей нашего города рабочий день окончен, для сотрудников Дирекции благоустройства все еще стоит горячая пора. И днем, и ночью техника убирает заснеженные улицы и парковки. С тех пор, как последствия сильных снегопадов чуть было не блокировали город, сотрудники Дирекции благоустройства работают в две смены – днем и ночью по 12 часов. С 12 января спецтехника выходит на уборку платных парковок. На данном участке улицы, участок улицы Синой, происходит уборка, вывоз снега. Задействованы три единицы техники, это снегопогрузчики, трактора. Шесть единиц автомобиля «КамАЗ». Снег вывозится на специально отведенный полигон Хамбушево. Задействованы также трактора, которые после уборки снега подметают данную территорию. Работают всю ночь с 22 часов до 6 часов утра, пока не сменят другие рабочие. Ночью убирать удобнее, но вот припаркованные автомобили мешают. Рабочие стараются максимально вычистить вокруг, но все же призывают по возможности следить за объявлениями в социальных сетях и на подъездах домов, где информируют граждан, когда и какой участок будут убирать с просьбой по возможности отогнать на это время транспортное средство. Зима у нас выдалась достаточно снежная, также мешают припаркованные автомобили уборки. Хотелось бы, чтобы люди относились с пониманием, что люди работают, никто у нас не стоит. Зимы они регулярные, в России живем все-таки. Но эта зима, я думаю, на мой взгляд, она выдалась более снежная, чем прошлые зимы. Хотя и бывали зимы аналогичного типа, но справляемся. Улица Синаи, Краснорядская, площадь Мичуриная и Ленина, Соборная, Первомайский проспект, Павлова, Проволыбецкая и Николодворянская. Всего в списке на уборку 36 участков улиц и более 2000 парковочных мест. Чтобы убрать от снега участки на этих улицах, ночью трудятся 88 единиц техники, а также рабочие и технологи, которые контролируют качество уборки. А вот репутация многих управляющих компаний падает с каждым днем. Жители дома номер 1А на улице сельских строителей устали ждать у моря погоды и буквально штурмом взяли свою управляющую компанию. Им удалось заставить коммунальщиков принять участие в уборке снега. Вот так выглядел двор возле домов на улице сельских строителей. Всю прошлую неделю местные жители, можно сказать, боролись с управляющей компанией РСУ-2, которая не желала убирать придворовые территории. Как бы это надоело, это терпеть, начали к ним ездить как на работу каждый день. На что постоянно слышали ответ. Денег нет, людей нет, техники нет. Один единственный трактор на два района. Первый день, это был понедельник, когда мы первый раз пришли с утра к ним, мы начинаем объяснять, что у нас творится и нам подарили одну лопату. Ну, они начали говорить то, что они не справляются, людей нет, техники нет, люди работают за копейки. Вот, типа, вы можете почистить сами вокруг своей машины, там, подъезд к дому и тому подобное. Мы сказали, что у нас нет лопаты, они нам сказали, что мы подарим. Да, нам выдали лопату и еще килограмм соли. Да, еще соли дали. Чтобы мы посыпали около подъезда, чтобы никто не падал, потому что я сама лично упала в понедельник. Подарки от управляющей компании, понятное дело, панацеей не стали. От идеи вручную солить снег здесь скоро отказались, сугробов становилось все больше. Но местные жители не сдались, они приняли волевое решение организовать субботник. 15 января на коллективную расчистку вышло более 20 жильцов, а управляющая компания наконец-то направила трактор. Мне кажется, это просто вот держите, только отстаньте, это выглядело именно так. У трактора находится ковш с резинкой, и он не может взять вот эту всю наледь и убрать. Мы спрашиваем у РСУ, опять вот вчера ездили, поменял ли трактор ковш, потому что нам нужно убрать все остальное. На что нам ответят, ой, извините, нет, вроде бы не поменял. У одного спрашиваешь, да вроде поменял, опять у другого спрашиваешь, уже не поменял. Вот в итоге к вечеру... Во всей этой уборке нашлась не одна ложка дегтя. Управляющая компания отказалась расчищать снег для парковки машин бесплатно. Хорошо они организовали, чистили сами. Никто не хочет ничего. Трактор, который там чистил, заплатили денежки. Задаром никто у нас ничего не делает. И платили вот они, прям мне деньги отдавали. Я как раз подошла. 500 рублей они ему отдали. К слову, снег, который помогали собирать жильцы, за пределы двора не вывезен. За это также требуют дань. Вывоза снега на Шерсу не занимается. Это только они могут отдельной строкой в платежку вносить. То есть по этому поводу мы разговаривали. То есть если вы хотите, жильцы скидывайте, по-моему, 10 тысяч рублей. По-моему, даже слышно на аудиозаписи. 10 тысяч рублей стоит вывоз снега вот этого. Они включат это в общедомовые платежки и вот так вот. И мы вам вывезем. Вывоз снега мы не выводим. И в договоре нет такого пункта. Если хотите вывоз, дополнительно, машина где-то вывоз снега 10 тысяч. Сочетание работает. Содержание жилья включать. Общедователь собирается, что просим. Включить такой пункт. Да нам сначала в этот раз надо получить договор, чтобы смотреть, что вообще у них есть. Здесь, кстати, написано. Я не читаю. В то же время оплату за обслуживание дома никто не отменял. Люди исправно платят по счетам, хотя даже договоры на обслуживание дома управляющая компания им не выдает. За что мы платим непонятно, что компания не выполняет управляющие свои обязанности по уборке. Мы хотим добиться того, чтобы РСУ начала выполнять свои непосредственные обязанности. Это привести наш дом в порядок. Пока местные жители не намерены сдаваться и продолжат контроль за работой управляющей компании, раз сама она скоординировать себя не может. В случае дальнейших отказов в выполнении своих обязательств, жильцы намерены обратиться в прокуратуру для проведения проверки в РСУ-2. Ну а в ближайших планах у горожан заставить управляющую компанию вновь убрать кашу, которая образовалась во дворе из-за осадков. Вот такой лайфхак. Хочешь чистый двор – проконтролируй работу сам. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Крещенские купания – одно из главных событий недели. Самое ожидаемое для всех верующих богослужение прошло на Ореховом озере. Митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил чин великого освещения воды. Желающих искупаться этой ночью собралось визуально больше трех тысяч. Люди с разными эмоциями и настроем приходили в этот день на главную рязанскую купель. Сотни верующих по традиции собрались на берегу Орехового озера. На улице примерно минус пять. Люди ощущают себя вполне комфортно. Вера и стойкость – пожалуй, именно это и помогает погрузиться в холодную воду без сомнений. Для многих это уже не первое купание. У меня уже четвертое крещение. Четвертое. Но я больше в Зеленограде, Черное озеро, как говорится, купель. В Москве, в Москве, как говорится. Поэтому здесь я первый раз. В Рязани я первый раз. Я случайно здесь. И поэтому крещение я встретила именно здесь. Второй раз принимаем участие. Хотим, чтобы вошло это в традицию. Такой большой праздник. Всех поздравляем с праздником. Но самое главное – здоровье. Сегодня ночью один из 12 главных христианских праздников. Верующие в этот день окунаются в ледяную купель. Традиционно для Рязани это Ореховое озеро. Многие люди верят, что если искупаться в водоеме, вода, в котором в этот день становится освещенной, можно избавиться от многих болезней, очиститься от негатива и зла. Прямо сейчас мои коллеги прикасаются к таинству в других районах города. И давайте узнаем, как у них обстоят дела. Мы находимся в Шумоше. Настроение у всех бодрое. Народа не очень много. Постепенно люди приезжают, уезжают. Приходят такие немножечко мрачные. Выходят из купели уже более позитивные. Сейчас сама тоже попробую нырнуть. Желающих испытать себя и очистить душу от грехов было немало. Из года в год в Шумоше традиционно вырезают свою купель. В этот раз ее обрамляли синие гирлянды, что только добавляло атмосферы волшебства. Под ногами солома. Ноги выходящих из воды не коченели, и это был своеобразный деревенский комфорт. На самом деле классно себя начинаешь ощущать уже только после того, как вылез из проруби, переоделся. И все тело немножечко покалывает так приятно, и ты идешь к машине. Вот сейчас прям очень хорошо, очень хорошее настроение. Купель Иоанна Богословского монастыря в Пощупово в Крещенскую ночь – одно из популярнейших мест в области. Обычно уже на подъезде – пробки. Машины с рязанскими, подмосковными и московскими номерами. Здесь закрытые купели – мужская и женская. И к ним, и к источнику, чтобы набрать воду – всегда огромные очереди. В этот раз исключения не было. Благо мороз пощадил желающих нырнуть. Было довольно тепло. В женской купеле очередь практическая нет, а на крае очередь так и не заканчивается. В этом году, впрочем, как и всегда, большое количество желающих принять участие на главной оборудованной рязанской купельне. Кстати, здесь работают спасатели и врачи. И в случае возникновения нештатных ситуаций, они всегда готовы прийти на помощь. Ощущение какой-то свободы и обновления, если честно. Особо не готовились, но ждали этого праздника, чтобы сходить и окунуться. С праздником всех, всех рязанцев. Здоровья, счастья, успехов, удачи. Но здоровье самое главное. Здоровье, чтобы у всех было. Какое впечатление? Восхитительно. Ежегодно принимаете честь? Да. Как у вас впечатление? Отлично. Всем советую, всем советую. С крещением всем Господним. Часто принимаете участие? Каждый год. Крещение – это большой христианский праздник с древней историей. А его главная традиция – освящение воды, которая, говорят, сохраняет свои благостные свойства в течение всего следующего года. Согласно евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан, во время обряда омовения на Иисуса сошел святой дух в виде голубя. Кстати, Ореховое озеро митрополит Рязанский и Михайловский Марк осветил необычным крестом. У него, оказывается, есть своя история. Этот крест является крестом особым. Почему? Дело в том, что он сопровождал меня в одной важной поездке. Я целый день провел на Иордане и вечером тоже вот уже второй раз погрузил этот крест в священные воды реки Иордан. И вот с тех пор стараюсь брать на освящение воды здесь, в этом месте, традиционно, накануне праздника, погибление вот этот крест. В этом году в Рязанской области было оборудовано более 40 купелей. После купания, как по мне, так в не очень-то и ледяной проруби, все желающие могли согреться в теплых палатках. Мероприятие проходило с поправкой на пандемию, поэтому людей к водоему подпускали лишь по несколько человек. Но в остальном никаких препятствий к смытию грехов не было. Священное таинство прошло без эксцессов. Герман Гущина, Нагерцовская, Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. Уже в понедельник команда телекомпании «Город» оперативно и объективно будет рассказывать, что происходит в регионе. А я желаю хороших выходных и прощаюсь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова